Доброе утро, друзья! Френды, френдихи, френдуньи Сегодня на России ликвидируют Мемориал Кто не в курсе, кто молодой не знает, что это Это общество Это культурно-просветительское Точнее, историко-просветительское Общество Правозащитное общество Одно из первых тех, кто Занялся изучением Настоящей истории Настоящей истории Советского Союза И настоящей истории России То есть гулагом Репрессиями и так далее То есть то, что действительно Не является ворованной историей То, что является настоящей историей Этой страны И кто же был основателем Основателем был Сахаров, академик Сахаров И Лев Пономарев, правозащитник То есть Это люди, которые не нуждаются В дополнительной рекомендации И собственно говоря Вся деятельность вот этого общества Была направлена на то, чтобы Вывести из тени И как-то показать Не то, что сами репрессии А людей, которые пострадали от репрессий То есть, чтобы они не были забыты Чтобы из этого всего Какие-то выводы Делались Из того, что произошло В СССР С 21-го И по По 53-е годы Когда Да какой 53-е? Собственно говоря, можно говорить По 80-е годы Почему? Потому что вот эта вот Череда беззакония Череда убийств Череда расправ С инакомыслящими В СССР Она Она не закончилась Со смертью Сталина И она Продолжалась Аж почти до конца Самого СССР Ну, по крайней мере До конца Андроповских времен Да, после Брежнева Там был Андропов Черненко Черненко Это уже пустое место было А вот до конца Андроповских времен Это все продолжалось И Вот как раз Мемориал И занимался Восстановлением Исторической памяти Восстановлением Восстановлением Хоть какой-то истории Почему? Потому что На России Сегодня Торжествует Фейковая история Краденая Украины Ну, если у страны Само имя украдено Что можно говорить Дальше Обо всем остальном Вот То есть К большому сожалению То, что сегодня Мы видим Сегодня Мемориал Через Я даже не знаю Как там этот Московский городской суд У них все суды Одинаковые Сами понимаете На одно лицо Они абсолютно Никакого отношения К России Суды Никакого отношения К Скажем так К праву Вообще не имеют Вы же прекрасно понимаете Суды все работают По телефонному праву Суды работают Из того Исходя из того Что Что прикажете И так оно на России Всегда и было Точнее на Москве Давайте называть Эту страну Своими именами То есть Московиты Никогда в жизни Не заморачивались Юриспуденцией Царю надо Холопы сделали И вот сегодня Собственно говоря Точно такая же ситуация Им нужно Понимаете У них есть Кардинальная цель Такая главная Это полностью Стереть Из памяти Народной Зверства Творимое Коммунистическим Режимом Вот там На протяжении Восьмидесяти лет Его Его жизни Его существования Этого коммунистического Режима А почему Им это надо Да потому что Новый их режим Вот этот путинский Он абсолютно Ничем не отличается От старого Коммунистического Он ведет Абсолютно Туже захватническую И человеконенавистническую Политику Он мало чем Отличается От фашистского режима В Германии Который был тогда В 30-40-е годы Прошлого века И соответственно Им нужно Полностью Стереть Память людей И в памяти людей Все что творилось Во времена Преступного Советского режима Вот собственно говоря И все Задача очень простая Мемориал в этом мешает Мемориал должен быть закрыт Вот и задача Которую поставлена Этим судам Понятно что Члены мемориала Бегают туда С адвокатами Что-то пытаются доказать Вы понимаете В этой ситуации Что-то пытаться доказать Это Не Конечно надо Конечно приходить Почему Потому что Может быть Когда-то ситуация Изменится И что-то там Удастся повернуть В зад Но В сегодняшней Так называемой России Это просто Невозможно Соответственно Конечно же Мемориал закроют Это без вариантов Что бы там ни говорили Адвокаты На это просто Не будут обращать внимание Поступила команда Надо выполнять Судьи возьмут под козырек Они даже Думать не будут У них приговор готов был Все наверное за месяц До того Как команда поступила То есть мы говорим Здесь не о чем Вообще Соответственно Это еще один шаг К уничтожению Любых Вообще даже Напоминаний О правовом государстве В России Ну понятно Что Россия никогда В жизни не была Правовым государством Но Ну хотя бы Скажем так Какую-то видимость Хоть какую-то фикцию Правового государства Она бы могла Из себя представлять Даже это стирают И я же говорю Самое главное Стирают память О ГУЛАГе Не стирают Память О репрессиях Которые продолжались Практически До конца Советского Союза Очень жаль И самое Знаете Обидное И самое Еще паршивое То что я посмотрел Вот видео Там из-под суда Этого так называемого Сколько людей Пришло поддержать Это общество Мемориал Ну пару десятков человек На 15-ти миллионную Москву Если я там Или 12 Или 15 Сколько у них там Миллионов человек Нашлось там Может 30-40 человек Которые пришли Поддержать В суде Мемориал Остальным Что Все равно Наверное Да Мемориал 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 Мемориал